Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Лидь в канун Дня Победы ветеранов в Березовке, Гончарском и Можейковском сельсоветах навестила член Совета Республики Национального Собрания Беларуси Нина Позняк Очень душевные встречи, очень искренние, очень приятно, что люди рады нас видеть и мы, конечно же, очень рады видеть их Никто не забыт, сегодня в Лиде почтили память погибших в первые дни Великой Отечественной войны Представители трех организаций, Центральной районной больницы, Комитета государственной безопасности и учащиеся средней школы номер один города Лиды собираются на митинг у этого памятника Подарок для тех, кто завоевал победу Лицкое телевидение к 9 мая приурочило акцию «Поздравь ветерана» Дарим вам уникальную возможность уже сегодня поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с этим праздником в эфире Лицкого телевидения Награды ко Дню Победы Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худалеев вручил медали спасателям Гродненщины Я думаю, что нашим коллегам, тем, кто добросовестно трудились в начале этого года будет приятно именно накануне этой даты получить эти награды Встреча на малой родине В Лиде прошел творческий вечер, посвященный юбилею писательницы, переводчика и журналиста Кристины Лялько Вельми хочется проезжать, и чем далей живешь, тем больше протягивая родная земля родимая, без этого человека нема В эти майские дни особое внимание тем, кто ковал победу По традиции, в канун 9 мая в гости к ветеранам в Березовке, Гончарском и Можейковском сельсоветах наведалась член Совета Республики Национального собрания Беларуси Нина Позняк Вместе с ней к ним заглянули и журналисты Лицкого телевидения Военная форма на них, как память о военных корреспондентах и операторах Год назад сенатор Нина Позняк уже наносила такой визит ветеранам, и о нем они помнят до сих пор Березовчанка Валентина Новицкая целый год жила воспоминаниями от встречи с сенатором и журналистами Лицкого телевидения Во время прошлого визита Валентина Иосифовна призналась, обожает песню «Землянка» В этом году любимая композиция, впрочем, как и много других военных песен, вновь прозвучали для ветерана Я очень благодарна от души, что меня обидели, что меня не забывают Валентина Новицкая на фронт ушла в 19 лет Она была телефонисткой, но выполнять приходилось любую работу Девушка дежурила на посту с винтовкой, защищала аэродром, помогала раненым Среди ее многочисленных наград – медаль за взятие Берлина Сейчас Валентине Иосифовне 93 Она практически ничего не видит, но говорит, глаз и не нужно, чтобы ощущать тепло и внимание родных людей, которые постоянно рядом И пусть ее молодость – это кровь, страх и смерть Главное, что у детей, внуков и правнуков сейчас все хорошо В отличие от Валентины Новицкой, березовчанка Клавдия Морочек живет одна Дети обосновались за границей Справляться по дому помогает соседка и социальный работник В годы войны она трудилась в тылу С 15 лет работала щитоводом Выдавать зарплату рабочим ходила за 30 километров Но для тогдашней девочки-подростка страшным было вовсе не это Приходит этот поезд, привозят Ой, не могу рассказать Я тихо, особенно блокадников Кто мертвый, кто кричит Кушать хотим Нам наносилочки Мы в госпитале таскали их Один мальчик лет 7, наверное, было так кричал Тетенька, кушать хочу, кушать Где мама моя? Совсем юным застала война и жителя Березовки Михаила Челеков В годы войны он был связным партизанского отряда «Искра» На его глазах погибли более 30 односельчан А родной дом превратился в пепелище Именно тогда, признается Михаил Павлович, и появилось желание отомстить за смерть близких Он, 14-летний мальчишка, прокрался в здание поселковой управы и застрелил немецкого коменданта Березовки Землячки Михаила Челека, Ольге Смирновой гости желали крепкого здоровья, но не желали дожить до 100 лет, ведь ей уже 102 года Жить долго, говорит Ольга Григорьевна, мне написано на роду Дед дожил до 119 лет, а мама до 110 Что такое бомбежки, раненые и смерть, Ольга Григорьевна узнала намного раньше, чем началась Великая Отечественная Во время финской войны ее супруг сражался на передовой, а она работала в госпитале в тылу 19 июня 1941 года, за три дня до нападения немецких войск на Советский Союз, Ольга Смирнова получила с фронта письмо от мужа Он пишет мне, дорогая Алюша, спасайся как можешь, уходи, спасайся, сбереги меня Только мне уже и три месяца было детенку, я уже родила же, после финского родила Спасайся, сбереги мою богатырение, а ты как-нибудь спасайся, уходи, война с этими, самая неебежная Мы все стоим на границе, а немцы эти укрепились даже больше финнов Вместе с двумя маленькими сыновьями летом 1941-го Ольга Смирнова бежала из Ленинграда в Латвию, получив таким образом шанс на спасение Ольга Григорьевна признается, за свою долгую жизнь видела многое, но страшнее войны не было ничего Великая победа стоила того, чтобы за нее сражаться, страдать и умирать, уверяет Михаил Смоляк из деревни Селец Гончарского сельсовета Среди его наград есть и медаль за освобождение Праги Пройти войну ему помогали удача и верные товарищи А еще бодрость духа, которую он не терял даже во время самых страшных сражений, не теряет ее и сейчас В свои 94 он держится молодцом, хоть и недавно перенес сложную операцию То ли еще будет, уверял ветеран гостей и пообещал в следующем году на свое 95-летие станцевать И славно сражались два друга, делили не хлеб и табак, а ленточки разом их велись в огне без прорывных атак Наведалась член Совета Республики Национального собрания Беларуси Нина Позняков в деревню Бильтовцы Можейковского сельсовета Ветеран Виталий Зайко уже 10 лет живет один С тех пор, как умерла жена, тишина его стала верной спутницей Поэтому, услышав звуки гармонии на своем крыльце, он очень удивился Виталий Викентьевич признался, теплые слова, подарки и внимание согрели его душу и отвлекли от грустных мыслей Очень душевные встречи, очень искренние, очень приятно, что люди рады нас видеть И мы, конечно же, очень рады видеть их Ну пусть здоровье уже подводит, но тем не менее, они живы, они нам рассказывают свои истории И их рассказы мы обязательно должны передавать с поколения в поколение, чтобы ничто и никто не был забыт Я восхищаюсь нашими ветеранами, я их очень люблю И мы будем ездить до тех пор, пока, и встречаться с ними, пока они есть, пока они живы Также в канун 9 мая я всегда вспоминаю своего родного дядю Залесского Станислава Ивановича Который прошел нелегкий боевой путь, он форсировал Одер, Вислу, дошел до Берлина К сожалению, этого замечательного, доброго человека сегодня нет в живых Но память о нем, конечно же, сохраняется в сердцах детей, внуков, правнуков Ну и, конечно же, в моем сердце тоже Ветераны, которых посетила Нина Поздняк, не сдерживали слез Они плакали от воспоминаний, от горечи потерь друзей и близких От радости, что выстояли и дожили до 71-й годовщины Победы Нина Поздняк пообещала заглянуть к ним в гости через год и взяла слово, что они обязательно ее дождутся Сегодня в Лиде почтили память погибших в первые дни Великой Отечественной войны Митинг состоялся на территории районной больницы, где расположен памятник жертвам первых дней войны Участниками мероприятия были работники медучреждения, сотрудники Лидского городского отдела управления КГБ Беларуси по Гродненской области и учащиеся первой школы Они возложили венки и цветы к подножию памятника и минутой молчания почтили память советских воинов и местных жителей, захороненных здесь В первые дни войны тяжким временем легла забота о пострадавших, медицинское обеспечение на плечи медицинских работников личины Такое огромное количество пострадавших не могло вместить то небольшое учреждение здравоохранения, которое было в Лиде на начало 1941 года Воины размещались в подсобных помещениях, раненые солдаты, мирные жители и медицинская помощь оказывалась по месту их нахождения Из более чем 800 покоящихся в братской могиле установлены имена только 22, предположительно 9 из них ленинградские чекисты На территории Лидско-медицинского объединения имеется скромный памятник, который мы называем памятник жертвам первого дня войны Здесь похоронены мирные жители пассажирского поезда Белосток-Ленинград Кроме этих людей, которые погибли в поезде, скорее всего здесь захоронены и мирные жители нашего города 22 июня гитлеровцы не особенно бомбили Лиду, основной удар они бросили на 23 июня Фашистские самолеты безнаказанно летали в этот день и все последующие дни до самоосвобождения над нашим городом И творили безнаказанно свою смертельную карусель Так что именно в этом месте нашли упокоение не только воины, не только члены семей военнослужащих, но и мирные жители нашего города В Белоруссии продолжается гражданско-патриотическая акция «Здесь живет ветеран», инициированная Белорусским фондом мира Его представители совместно с активистами БРСМ устанавливают у дверей квартир и домов ветеранов таблички с надписью «Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Спасибо за победу!» Сегодня БРСМ-овцы Лицкого колледжа побывали в гостях у 17 ветеранов Ребята поздравили их с предстоящим праздником и высказали слова благодарности за победу Для нас эта акция очень важна, потому что при помощи ей мы воспитываем у учащихся нашего колледжа дух патриотизма Также наши учащиеся таким образом выражают благодарность ветеранам С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше Я думаю, что им приятно, что мы таким образом выражаем им благодарность за то мирное небо, которое сейчас у нас над головой Дню Победы в Лиде посвящен ряд торжественных мероприятий Одни проводятся накануне праздника, другие состоятся именно 9 мая Организаторы надеются, что участниками их станут тысячи личан и гостей города Традиционно начнутся данные мероприятия с автопробега по местам боевых действий Лицкого района Который состоится 6 мая 9 мая в 10 часов на площади по улице Советской состоится митинг и парад прохождения К кургану бессмертия Военнослужащих Лицкого гарнизона Офицеров в отставке Учащихся патриотических классов Представителей общественных объединений Трудовых коллективов Спортсменов, молодежи И участников республиканской акции Их в памяти на веки имена Мы приглашаем всех желающих присоединиться к участию в этой акции И пройти в торжественном параде шествия с портретами своих дедов и прадедов Ветеранов, участников Великой Отечественной войны С 12 до 18 часов мы приглашаем всех на концертную программу Подготовленную творческими коллективами Лицкого района Которая состоится на концертной площадке у районного дворца культуры Безусловно подготовлены мероприятия и для маленьких жителей города На площадке у Лицкой детской школы искусства Будет работать так называемая детская площадка Где также малыши, дети могут послушать лучшие творческие детские коллективы района Принять участие в играх, развлекательных мероприятиях Лицкое телевидение ко Дню Победы приурочило акцию «Поздравь ветерана» 9 мая все желающие смогут поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы В программе ваши поздравления и в бегущей строке на канале Лида ТВ бесплатно Заявки уже принимаются, справки по телефону 53 22 42 В канун Великого праздника Лицкое телерадиоубеденение поздравляет всех ветеранов и их семьи с Днем Победы И дарим вам уникальную возможность уже сегодня поздравить ветеранов Великой Отечественной войны С этим праздником в эфире Лицкого телевидения и посредством бегущей строки Заявки принимаются по адресу гостиница Лида, кабинет номер 5 К другим темам. Сегодня были вручены государственные награды 23 работникам Гродненского областного управления МЧС и районных отделов по чрезвычайным ситуациям области Из рук заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александра Худалеева Спасатели получили медали за безупречную службу третьей степени В числе награжденных был и заместитель начальника Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Андрей Марцевич Юбилейную медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Получили начальник Лицкого отдела по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец и его заместитель Дмитрий Белявский Ряд работников органов и подразделений Родинской области Поощрены за достигнутые успехи в выполнении служебных обязанностей Соответственно был подписан указ главы государства Я сегодня выполню эту приятную миссию по привлечению министра Награжу тех ребят, которые это заслужили Ну и накануне, почему мы там допустим приурочили Людню Победы Потому что это действительно великий праздник Я думаю, что нашим коллегам, тем, кто добросовестно трудились в начале этого года Будет приятно именно накануне этой даты получить эти награды для того, чтобы почувствовать всю полноту праздника Порядка 240 юношей из Лида-Илицкого района через полторы недели отправятся на службу в армию Первая отправка в воинские части состоится 16 мая Сегодня же для будущих защитников Отечества в Лицком погранотряде был организован День призывника Во время экскурсии по военной части они узнали о солдатской жизни А также увидели образцы оружия, военной экипировки и средства индивидуальной защиты И пообщались с военнослужащими срочной службы На мероприятие в погранотряде юношам вручили повестки Ребята нашего района будут проходить службу в нашем пограничном отряде В нашей 116-й штурмовой авиационной базе В подразделениях и частях внутренних войск Гродненского гарнизона В соединениях воинских частях западного оперативного командования Также будут проходить службу в городе Минске, в городе Молодечне Профессиональный праздник, День печати отмечают сегодня наши коллеги Журналисты печатных средств массовой информации, а также работники издательств и типографий Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси В прошлом году в нашей стране выходили 906 журналов и 585 газет Годовым тиражом почти полмиллиарда экземпляров Для читателей работали редакции 176 республиканских, 51 областной, 133 городских и 119 районных газет В наши дни ознакомиться с материалами любого издания можно в интернете Переманит ли читателей всемирная паутина и какое будущее у газет? Мнением личан интересовалась наша съемочная группа Сейчас очень много молодых людей, которые пользуются компьютерами, пользуются всем вот таким интернетом И поэтому, что будет завтра с газетами, я извините, не могу вам ответить на этот вопрос Сейчас все больше интернет, все новости Не только местные, допустим, как в газетах, а вообще по всему миру Из интернета можно все, что хочешь взять Так что, я думаю, потихоньку газеты отойдут Несмотря на то, что сегодня активно развивается интернет, активно развивается телевидение Газета вне конкуренции Все потому, что у нее абсолютно своя ниша, свой читатель Конечно, под воздействием времени, новых каких-то тенденций Неизбежно видоизменение газеты, как то периодичность ее выхода, толщины Но в том, что печатное слово будет жить, сомнений нет Постоянно ходят какие-то разговоры о том, что газету и, в принципе, печатную прессу Когда-то победит телевидение, интернет и так далее Но я считаю, что читать газету и сравнивать телевидение и интернет Это то же самое, как читать, допустим, хорошую книгу и сравнивать фильм по ней На самом деле, всегда человеку будет приятно взять в руки газету, подержать ее, полистать Поэтому, я думаю, никогда не умрет печатная пресса С любовью к земле и небу Под таким названием в Лиде прошел творческий вечер, посвященный юбилею писательницы, переводчика и журналиста Кристины Лелько Визиты на личину для столичной гости особенно значимы Так как родилась она на хуторе вблизи деревни Ходюки Ходоровского сельсовета Там были написаны и ее первые произведения Сегодня в творческой копилке Кристины Лелько Шесть сборников своих произведений и десять переводных Преуспела известная белорусская писательница и в журналистской деятельности Уже два десятилетия она возглавляет журналы Наша Вера и Ава Мария Из Малинства я была выгодована от традиции католицкой И мама моя была велими верующим человеком И так старалась выховывать меня В осень, когда началось в нашей стране дрожжение 90-е годы Я працевала в этот час в часописе Беларусь Покинула эту працу И собралась группа такой интеллигенции католицкой Письменники, журналисты И мы организовали католицкие часописы Ава Мария и Наша Вера И уже больше за 20 годов я являюсь главным редактором этих часописов Не так шмат написала книг своих Больше чужих переклала Ну, свои, Дорога под гору книжка была первая моя проза После Святанок над Берозами После вышла книжка поэзии на долонях Любови И вот соперня, да, у нас, в общем, свежая книжка поэзия Двя Чорок Ну и шмат книг переклала Святого Айца Иоанна Павла Другого Теперь уже Святого Иоанна Павла Другого Вот, так само и инших польских теологов Поэтов польских Перекладаю с польской мовы шмат Ну и опошняя солидная такая праца, великая Дзенник Святой Фаустыны Ковальской И на сегодня это все Завтра вечером наши корреспонденты снова расскажут Об основных событиях в регионе До свидания Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok